Всем привет дорогие друзья, рад приветствовать вас у себя на канале. Ребята, что вы знаете о портативности, что вы в принципе знаете о нетбуках? Я думаю, когда я произношу слово нетбук, всем представляются стандартные ноутбуки Asus E и EPC, либо же нетбуки от компании Samsung. Их было много самых разных, и все они сводились к тому, что это было устройство с диагональю 10-11 дюймов, компактное, маленькое и не особо производительное. Что ж ребята, сегодня в сегодняшнем ролике мы с вами посмотрим поистине на самое маленькое устройство, на самый маленький полноценный компьютер, который я когда-либо держал в руках. Недавно я проверял почту и наткнулся на сообщение от своего подписчика Олега. Меня уже удивить чем-то крайне трудно, что мне только не предлагали на обзоры, что я только не видел сам, это те же самые видеокарты, процессоры, мутанты с Китая, с Таобао, но вот этот девайс меня поистине удивил. Он уже стоит у меня сейчас на столе. Это нетбук Sony Wire конца 2009 года. Мало того, что этот нетбук просто ломает все стереотипы. Вот если вы считали, что всякие Asus E и EPC это маленький портативный девайс, который можно убрать там сумочку дамскую, пойти с ним куда-то поработать, да, взять его с собой в электричку, то вот это устройство, оно ну просто по размерам не сравнимо ни с одним нетбуком. Это настоящее чудо техники. И в конце 2009 года, когда этот девайс вышел, он стоил 2 штуки долларов в максимальной комплектации. Только представьте, какие это деньги, особенно для России в те годы, это достаточно большие такие средства, ими мало кто располагал, но вот у Олега был вариант, и тогда у него там, я не знаю, родители он написал или кто-то еще, купили это устройство и пользовались им до 2017 года. То есть не так давно его забросили, ну потому что он уже все-таки морально устарел. Мне Олег прислал полную комплектацию. Здесь у нас все, что нужно. Провод дочки, здесь у нас вся макулатурка и самая важная коробка. Вы видите уже, какая маленькая коробка. Сама коробка вместе с девайсом весит меньше 1 килограмма. Я думаю, вам всем интересно, что же там внутри, сейчас будет нас ждать. И я не буду лишать вас такого шанса увидеть полную его распаковочку. Давайте его откроем и посмотрим, что у нас там внутри, как все это выглядит. Друзья, перед осмотром нетбука хотел бы напомнить вам, что 11 ноября стартует самая масштабная ежегодная распродажа на Алиэкспресс. Во время этой распродажи можно получить купоны и бонусы. А на многие товары скидки достигают 70, а иногда даже 90%. А с помощью расширения Letyshops можно легко проверить, не завышал ли продавец цену перед распродажей. И купить все самые полезные вещи максимально выгодно. И бонусом вернуть кэшбэк до 5%. И автоматически участвовать в розыгрыше 111 призов. Распродажи на Алиэкспресс это лучшее время в году для покупки любых товаров. Всего 2 дня скидки достигают 70%. Можно порадовать себя и купить подарки на Новый год друзьям и родным. Чтобы не сомневаться, что скидка настоящая, рекомендую установить расширение для браузера Letyshops. С помощью него вы сможете посмотреть реальную динамику цен и рейтинг продавца. А еще польза расширения в том, что с его помощью активировать кэшбэк можно буквально в 2 клика. Я уже отобрал для себя несколько товаров, жду теперь распродажи, чтобы купить их со скидкой. И бонусом еще вернуть кэшбэк до 5%. И еще раз напомню, что все, кто вернет кэшбэк во время распродажи, автоматически будут участвовать в розыгрыше 111 призов на сумму миллион рублей. Лучше всего готовиться к распродаже заранее, так как объемы продаж в прошлом году были настолько большими, что международные системы оплаты не выдержали и просто рухнули одновременно. Так что регистрируйтесь в Letyshops, устанавливайте расширение для браузера и собирайте корзину на Али уже сейчас. Ведь если добавить товары в корзину заранее, можно получить купоны на скидку и приобрести с максимальной выгодой. Ссылки на распродажу 11.11 и расширение Letyshops я оставлю в описании. Не пропустите, так как лучшего момента для покупки уже не будет. Ну что, ребятки, приступаем к анбоксингу этого девайса. Давайте открываем коробочку. Коробка такая премиальная, ну понятно, за 2 штуки долларов еще бы она не была премиальной. Здесь нас встречает рекламка от МТС. Мало того, что это компактный, максимально компактный компьютер, так он еще поддерживает технологию 3G. В него можно вставить сим-карту и можно использовать его на улице, получать беспроводной по тем временам максимально высокоскоростной интернет. Вот тут у нас муколотурки, гарантии, все сохранено. Смотрите, как все аутентично. Наклеечки, гарантийные талоны, полный гайд, можно где скачать программки, всякое такое. Ну понятно, что это не особо интересно, но видите, какой комплект, как все хорошо сохранено. Поэтому муколотурку в сторону. Тут сам нетбук. Ребят, видите, как мы быстро дошли до нетбука. Отложим его пока в сторону. Я думаю, вы уже заметили его размеры. Он как какое-то портмоне выглядит. И здесь у нас наши дополнительные аксессуары. Это аксессуар для того, чтобы подключать к нетбуку VGA и Ethernet порт. Потому что банально в таком маленьком устройстве разместить эти порты было невозможно. И, конечно же, зарядка. В максимальной комплектации этих нетбуков еще клали DVD-привод. Тоже внешний DVD-привод для того, чтобы можно было вставить диски. У нас его, к сожалению, нет. Ну да ладно, это не так важно. Вот такая сама по себе миниатюрная коробка. И давайте распакуем самое важное. Ребята, нетбук. Только взгляните. Это просто офигеть. Он реально размером с портмоне, с портсигар. Ну ладно, портсигар, конечно, в половину будет. Но он просто малюсенький. Вот этот нетбук действительно может без каких-либо проблем поместиться в карман. Может поместиться во внутренний карман куртки. И с таким нетбуком можно таскаться где угодно. Можно работать, можно заполнять какие-то документы. И если прихватить с собой нашу док-станцию, которую я вам уже показывал, то можно выводить, допустим, на тот же самый проектор, либо на какой-то телевизор большой. Можно выводить графики. Если вы там работаете в каких-то программах, можно показывать какие-то результаты, таблицы Excel. Я был поражен, когда увидел фотографии. Это максимально круто, максимально красиво. Мы дизайн сейчас посмотрим более детально. Давайте я вам его открою. Посмотрите, какое чудо. Какой красавец. Я не знаю даже, с чем его сравнить по размерам. Давайте с моим телефоном попробуем. Вот мой Redmi Note 7. То есть видите, насколько этот нетбук мелкий. Если его закрыть, вот сравнение с моим смартфоном. То есть все видно. Самое интересное, это, конечно же, включить его, посмотреть, как здесь все, как вся эргономика, как все расположено, где какие кнопочки. Давайте я вам это все покажу. Что ж, друзья, начнем, конечно же, с дизайна. Дизайн в то время у Sony Wire всегда был премиальным. Даже на недорогих моделях их ноутбуков все выглядело максимально красиво. И Sony Wire по своему дизайну мог равняться с макбуками тех лет. Он был такой же стильный, такой же красивый, не стыдный девайс. Видно, что дорогой и богатый, который можно было достать, знаете, где-то на деловой встрече. И люди понимали, что вы не какой-то нищеброд, что вы можете себе позволить хорошую и дорогую технику. Здесь у нас глянцевая крышка. И, к сожалению, она за все это время эксплуатации пострадала от царапин. Потому что, я думаю, понятно, что глянцевое покрытие практически любое без какой-либо защиты будет царапаться. Но посмотрите, за 10 лет эксплуатации я бы не сказал, что оно там зацарапано в мясо. Более-менее. Аккумулятор у нас расположился сзади. Все как обычно. Мы можем его достать. Аккуратненько его достаем. И здесь у нас есть слот для сим-карты. То есть здесь есть встроенный 3G-модем. И мы можем брать этот девайс, допустим, на какую-нибудь встречу. Можно пользоваться интернетом в кафе, где угодно. Ну, в то время это было реально круто. Ладно, возвращаем аккумулятор. Просто я должен был, как я считаю, показать вам модем. Сбоку у нас расположился порт для наших док-станций, для дополнительных периферийных устройств от Sony. Вот эта вот штучка вставляется как раз в этот слот. И мы можем получить полноценный RG45 и VJ. Все это максимально компактно сделано. Здесь у нас USB 2.0. Здесь у нас тоже USB 2.0. Вход для наушников. И вход зарядки. На передней панели у нас расположился включатель и выключатель беспроводных сетей. Два слота под карты памяти. Здесь у нас есть и соневская карта памяти, как на всех их девайсах. И SD-карта обычная. Здесь у нас тумблерок включения и выключения устройства. Также можно его в сон отправить с помощью вот этой вот клавиши. Ладно, ребят, давайте. Я понимаю, что это все вода. Лью воду, опять сижу. Давайте его откроем. Блин, даже страшно, что можно сломать его нечаянно любым жестом. Посмотрите, какой красавец. Естественно, у нас нет мыши здесь в обычном понимании. У нас здесь есть этот трекбол, как он правильно называется. Я его всегда называл писюнчик, такая писюлька, которая торчит. И она заменяет мышку. Ну, наподобие джойстика. Потому что банально расположить здесь тачпад, ну, просто негде. Посмотрите, японцы и так молодцы, компания Sony, что разместили полноразмерную клавиатуру в настолько маленьком девайсе. Даже F-ки все вывели. Видите, F1, F2, F5. Здесь у нас с завода стоит Windows Vista. И не поверите, она здесь стоит по сей день. И даже нормально функционирует, даже нормально работает. Так что Windows Vista не совсем была говном. Просто она вышла в ту эпоху, когда компьютеры еще не позволяли таким операционным системам нормально развернуться и нормально работать. Матрица у нас здесь с LED-подсветкой 1600 на 768. Это просто потрясающее разрешение экрана HD+. Для тех лет ни один нетбук не обладал таким разрешением. Даже если вспомню EEPC того времени, самые такие типовые нетбуки, у них разрешение экрана было 1280 на 720. Ну, это было максимальное разрешение экрана любого нетбука. Что ж, давайте его включим. Нажимаем наш ползунок. Представляете, даже батарейка кое-как держит по сей день. Пусть с горем пополам, понятно. Вот нас встречает логотип Вайо. И сейчас пойдет загрузка Windows. Это все не быстро, конечно. Так, он сказал, что аварийное выключение было. Видно, он сел у меня в коробке. Потому что нетбук был в режиме сна. Видимо, он заснул и потом аварийно выключился. Надеюсь, винда стартанет без каких-либо проблем. И мы сможем его затестить. Ребята, как бы мне этого не хотелось, пришлось подпортить немножечко вид нашего нетбука. Вот этими двумя проводочками. Это у нас зарядка, потому что нетбук во время включения винды самопроизвольно выключился. Ну, понятно, за 10 лет аккумулятор уже все. Он не держит даже там 15-20 минут. И вот это у нас проводочек мышки. Вот опять же, для сравнения, посмотрите, самая обыкновенная мыша Logitech. Посмотрите, в сравнении с размером мыши. Какой малюсенький нетбук. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Что у нас за железки в нем. Также я забыл сказать, что у нас даже здесь есть веб-камера. Естественно, она 640 на 480. Она, по сути, ни на что не способна. Дай бог, 15 FPS выдаст. Но для общения в Скайпе, для общения в каких-то мессенджерах тех лет, в той же самой Аське, там отправлять фотографии, ее было более чем достаточно. Очень яркий экран, хочу отметить, из-за LED-подсветки. Видите, даже в камеру он засвечивается. Углы обзора тоже неплохие. Да, цвета, конечно, искажаются, но искажаются не сильно. Вот, на камеру, в принципе, видно. Можно смотреть и слева, и справа. Никаких затемнений, как на самых дешевых, там, TFT-матрицах тех лет, здесь нет. Потому что продукт, еще раз повторюсь, премиальный. Если бы здесь стояла какая-нибудь говноматрица, люди расстроились, купив его за такие деньги. Здесь у нас одноядерный Intel Atom. Давайте откроем CPU-Z, и я покажу вам его характеристики. По процессору у нас здесь одноядерный двухпоточный Intel Atom Z520, 45 нанометров. TDP этого процессора составляет в полной нагрузке, если я не ошибаюсь, всего 8 ватт. Поэтому процессор для этого ноутбука компания Sony выбрала максимально энергоэффективный. Да, он особо ничего не тащит. Одно ядро, два потока с низкой частотой в 1,3 ГГц. Но для тех лет, в принципе, для офисных задач, для интернета, того не сильно жрущего, этого вполне хватало. Оперативной памяти у нас здесь 2 ГБ. Шрифты очень маленькие, потому что разрешение экрана 1600 на 768, из-за этого шрифты превращаются вот в такую кашу. Vista была не особо оптимизирована компанией Sony для того, чтобы было удобно работать непосредственно в самой оболочке. Многие программы здесь нормально работают с этим соотношением сторон, нормально подгоняют шрифт. Но вот, например, CPU-Z работает вот так паршиво. И некоторый софт, ну, хрен прочитаешь какой-либо текст. Несмотря на то, что в винде стоит текст 150%. Больше сама Vista уже не позволяет поставить. Ну, были, конечно, вот такие вот мелкие косячки, связанные с таким сумасшедшим разрешением экрана для тех лет. Но они простительны, потому что Sony экспериментировала всегда в своих девайсах. И разместить ультра-вайт экран в нетбуке, ну, я думаю, что кроме Sony этого, в принципе, в мире больше никто не делал. Посмотрите, какое у него соотношение сторон. Этот нетбук также прекрасно подходил для просмотра фильмов, потому что не было черных полос сверху и черных полос снизу. Когда аккумулятор здесь был новым, он мог держать до трех с половиной часов автономной работы. Что ж, друзья, давайте немножечко покажу, как работает сама операционная система, насколько все шустро. Вот, открываю мой компьютер. Винчестер у нас здесь на 80 гигабайт, здесь миниатюрный крошечный винчестер от компании Toshiba. Я этот нетбук вскрывать не буду, чтобы показать вам, что здесь за винчестер, мне такого разрешения не давали. Я постараюсь вставить фотографию, чтобы вы увидели, насколько все компактное. Скорость вращения шпинделя у него 4200 оборотов. Но при этом нетбук работает плавно, нетбук работает быстро, никаких затупов и лагов у нас нет, даже вот непосредственно в самой операционке. Я сейчас лазаю по папкам и, видите, никаких проблем, все открывается достаточно шустро. Давайте откроем AIDA64, сделаем наш любимый тест-бенчмарк CPU Queen, сравним его с другими процессорами тех лет. Понятно, что это максимально энергоэффективный и максимально медленный проц, но интересно, что он выдаст. И по результатам теста наш процессор выбивает 3127 попугаев. Слушайте, это прям сумасшедшие показатели. Видите, мы обходим Pentium 4 на том же самом 478 сокете. Pentium 4 получил 2824 балла. Мы обходим также два Pentium 3, которые работают в паре где-то на серверной машинке. Ну, неплохая производительность, которая отчасти достигается еще и DDR2 памятью. Память у нашего нетбука, я забыл сказать, здесь DDR2, работает на частоте 533 МГц. Очень хорошие результаты, так что, возможно, этот нетбук даже видео в 480 будет тянуть без лагов и без какого-либо аппаратного ускорения. По встроенной графике здесь у нас Intel GMA500. Это распространенный графический ускоритель от компании Intel, ну, грубо говоря, стройка. Здесь у нас расширяемая память до 768 МБ, так заявлено в документации. Но не думаю, что хоть одно приложение сможет как-то заюзать там все эти 768 МБ. Звук в этом нетбуке достаточно тихий и нужно пользоваться наушниками. Колонки здесь полная фигня и если где-то, допустим, в толпе либо в людном месте, вы вообще ничего не услышите. Максимальная громкость, ну, это просто смех. Вот сейчас я нажимаю, слышите. То есть нужно для такого девайса было брать с собой наушники и пользоваться ими. Что, ребят, для примера запустил видосы. Здесь, к сожалению, каких-то фильмов полноценных нету. Но вот встроенное видео в Windows. Посмотрите, как классно, допустим, было смотреть на тот момент времени видосы без рамок. То есть вообще потрясающе. И картинка сама по себе красочная, яркая. Понятно, что процессор с Full HD видосами никак здесь не справится, потому что он, ну, достаточно немощен. Но 720p видео, 720p фильмы на этом нетбуке было смотреть одно удовольствие. Если ты куда-то едешь, знаете, взять с собой в поездку, в машину, в самолет. Экран у нас глянцевый. Это отвратительно. Если вы хоть раз пользовались глянцевыми мониторами, глянцевыми нетбуками, знайте, что тот, кто придумал делать глянцевые экраны, ну, его место гореть в аду. Потому что это просто ужас. Любой засвет, если вы где-то находитесь в солнечном месте, либо у вас дома из окна светит солнце, как у меня сейчас вот сзади стоят софтбоксы, и вы получаете вот такой эффект засвета. Этот эффект засвета не только в камеру передается, но отчасти и я его вижу. То есть мне бликуют мои софтбоксы, я вижу свое лицо, которое отражается сейчас у меня на экране. Но это, конечно, был его такой жирнющий минус. В общем, ребят, очень интересный девайс. Ну, действительно, вот такая компактная штучка, вот такой компактный портсигар. Нам осталось с вами протестить его хотя бы в паре игрушек. Я вам покажу весь его игровой потенциал, и я уже говорил до этого, это будет просто ужасно. Поэтому давайте, пока он не уснул, я сейчас запущу фрапс, посмотрим FPS, и запустим вообще-таки самые элементарные и самые простые игрушки, которые идут даже на там третьих пеньках и на всяких Riva TNT на старых видеокартах. И начнем наши игровые тесты с игры Half-Life. Как видите, у нас здесь FPS в районе 30-40, но когда есть какая-то анимация, видите, когда есть какая-то движуха, у нас FPS может упасть даже до 10-15. Плюс я уже, разумеется, с этим нетбуком до обзора поигрался. Если поиграть, попробовать вот весь этот маршрут, который едет наша вагонетка, подождать, то процессор начинает троттлить, и FPS у нас падает вообще до нуля, знаете, ниже нуля уходит, как температура на улице, то есть может 5 кадров быть, 3 кадра, 7 кадров. То есть пока у нас не троттлит процессор, мы получаем более-менее нормальный FPS. Все как в современных ноутбуках, знаете, столько лет прошло, ничего по сути не изменилось. Ну, у нас здесь можно простить этот нетбук, потому что у него полностью пассивная система охлаждения. Она не имеет вентилятора, поэтому, естественно, ну начинает перегреваться процессор, тепло отводить некуда, для игр он, естественно, не был рассчитан. Ну, как видите, где-то 30-40 кадров, и это если без троттлинга, если играть в каком-нибудь холодном помещении, знаете, когда едете с работы в холодной электричке. Так что Half-Life идет как-то так, как говорится, спасибо, что живой, спасибо, что в принципе ее запустил. Давайте запустим следующую игрушку. Следующая игрушка на тесте у нас Morrowind. И здесь мы видим во всей красе троттлинг процессора. Еще в загрузке, еще когда меню идет, он уже начинает троттлить, это не связано с графикой, потому что если бы это было связано с графикой, в помещениях мы бы получали FPS выше, там в десятки раз могли, вы знаете, до 60 FPS доползти. Но нет, процессор троттлит еще в меню, потому что снижается его производительность. Меню сначала показывает 30 FPS, потом 7, потом 10. В общем-то, видите, в помещениях FPS без изменений. Если бы это был упор именно в графику, то здесь мы получали бы, ну, все. Один FPS, о чем я и говорил, иногда ниже нуля может опуститься. Вот такой вот фриз и лак на 2-3 секунды. Короче, ужасно. Если бы процессор не троттл, сейчас он, наверное, работает на частоте в 600 МГц, из-за этого вот такие проблемы. Да, ребят, в Morrowind при всем желании, к сожалению, поиграть на этом малыше не получится. Следующая игрушка на тесте Serious M. Разрешение экрана, как и в предыдущих играх, 640 на 480. Самые минимальные настройки графики. И здесь, как вы видите, мы получаем от 2 до 10 FPS изредка. Ну, в общем, все крайне печально. И действительно, игровой потенциал у этого ноутбука нулевой. Вот такой. То есть, поиграть на нем за такие сумасшедшие деньги, если бы вы его приобрели в то время, не получилось бы. Разве что пасьянс разложить, саперы, какие-нибудь несложные 2D-игрушки. Ну, вы сами все видите. Короче, в 3D-приложениях этот нетбук, к сожалению, не способен вообще ни на что. Ну и, друзья, подытожить наше такое мини-тестирование хотелось бы, конечно же, работой в интернете. И в современных реалиях одноядерный двухпоточный Atom, к сожалению, не справляется вообще ни с чем. Вы видите, как сейчас мой второй канал прогружается. И, ну, это просто ужасно. Допустим, попробуем открыть видос. Я вам сразу говорю, что, к сожалению, я сейчас уже за кадром проверил даже 360p. Ну, очень сложно ему дается. Прямо-таки, я бы сказал, скрипя зубами, он открывает ролики. Что ж, говорите, он даже рекламу не может прогрузить, все, он просто намертво завис. Процессор у нас, как говорится, долбится в соточку, по лучшим традициям. И не могу пропустить рекламу. Все просто зависает, и это ужас, ребят. В 360p мы с вами получаем одни сплошные лаги. Можно, конечно, попробовать переключиться на 240p, но, видите, от меня сбегает вот этот... Вот эта настройка просто все двиснет. Вот я пытаюсь, и все. Ну, давайте. Вот, наконец-то удалось. Но я думаю, 240p, да, все такие же лаги, и смотреть видос нет никакого желания даже. Просто ужасно. Так что, ребят, ну, производительность в интернете сейчас у этого нетбука действительно нулевая. Можем попробовать зайти на тот же самый Яндекс, и я думаю, это все будет просто ужасно. Так, мы сейчас гуглим Яндекс. Видите, такие простые страницы, типа Гугла он еще хоть как-то открывает. Но я думаю, Яндекс, он... С Яндексом он сейчас не справится. Один из самых неоптимизированных сайтов. Если попробуем открыть новости, все. Ну, загрузка 100%, понятное дело. С современным интернетом, к сожалению, этот ноутбук уже не справится никогда. Сейчас на нем можно разве что какие-то офисные задачи выполнять, какие-то текста, я не знаю, калькулятором пользоваться, и, как я уже говорил, играть в пассианс, либо в косынку. Это единственные игры, которые сейчас на нем будут без проблем работать, без лагов. Что, ребят, как мне кажется, самое важное и самое интересное по нашему миниатюрному красавцу я вам показал. Больше-то сказать и нечего. Спасибо Олегу за то, что предоставил такой прикольный девайс на обзор. Это действительно поистине самый маленький нетбук в мире. Я думаю, кроме Sony, меньше этого нетбука просто в природе не было. Только Sony догадалась сделать настолько карманный и настолько портативный компьютер. Да, ребятки, давайте подводить итоги по сегодняшнему такому ретро-обзору. Ну что, друзья, вот такой вот был обзор самого маленького нетбука в мире. Мне очень девайс понравился, очень классный. Даже, знаете, не хочется отдавать его Олегу. Его хозяину. Ну, придется мне с ним попрощаться. Вот единственное, до сих пор не могу привыкнуть к вот таким его маленьким формам. Он, в принципе, такой, знаете, хрупкий. Очень страшно нечаянно вот так пережать что-то. Может просто треснуть, может лопнуть какое-то лишнее усилие. И от такого красавца не останется ничего. Я посмотрел цены этого девайса на Авито, цены на Юле, за сколько они были проданы. Некоторые эти нетбуки в идеальном состоянии, вот в такой вот полной комплектации, продавались в том году по 20 тысяч рублей. Мне кажется, эти нетбуки имеют даже, ну, определенную коллекционную ценность. Конечно, не конкретно этот экземпляр, он уже достаточно потерт, весь зацарапан с убитым аккумулятором. Но если бы он сохранился в идеальном состоянии, то сейчас за него можно было бы выручить неплохие деньги. Потому что это поистине очень редкая, прикольная и классная штучка. В общем, ребят, надеюсь, мой обзор кому-то будет полезен, кому-то понравился. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще много видео на компьютерную и околокомпьютерную тематику. Также у нас будут всякие сборочки, тесты. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. С вами же был Мурк. Всем большое спасибо за то, что посмотрели. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok